Сергей Глухов учится в Ульяновском профессионально-педагогическом колледже на оператора станков с программным управлением. После получения высшего образования он хочет конструировать машины. Осуществиться его мечте помогает Ульяновский автомобильный завод, где с конца февраля молодой человек проходит практику в рамках программы по привлечению молодежи на предприятие. Меня сразу причислили к своему наставнику Антонине Анатольевне Киреевой. Это фрезеровщик с очень большим стажем. Я изготавливаю детали на фрезерном станке. Автомобильный завод сотрудничает с учебными заведениями не первый год. Так студенты профессионально-педагогического колледжа ежегодно проходят практику на заводе. А выпускники базовой кафедры, созданные на базе УАЗа совместно с УЛГТУ, успешно трудятся на заводе сегодня. Причем во время обучения более 20 человек получили знания от специалистов предприятия и стипендию. Человек, обучаясь, получает стипендию. Он заключает договор о целевой подготовке. Соответственно, в период обучения он получает стипендию от нашего предприятия. А после окончания обучения, при получении диплома, он получает второй диплом о профессиональной переподготовке по направлению конструирования полноприводных автомобилей. И уже приходит на работу на наше предприятие. Как заявляют работники, завод нуждается в рабочих кадрах. А на вопрос о массовом сокращении отвечают, что оптимизация была нужна для того, чтобы устранить дисбаланс между нехваткой рабочих рук и переизбытком управленческого состава. На предприятии сейчас требуется свыше 100 рабочих. Среди них маляры, штамповщики, станочники широкого профиля и другие. Все оптимизационные процессы, важно добавить, они не касались основных рабочих специальностей. Основные рабочие на заводе, они как работали, так и работают. Никакие процессы по оптимизации кадровой численности их не касаются. Более того, мы испытываем потребность в квалифицированных рабочих и готовы принимать их. Оформляя трудовые отношения с предприятием, молодые люди автоматически получают пакет социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором. Я считаю, что вот эти вот льготы, они дают возможность закрепиться на заводе и понять, что люди пришли сюда не только отработать и уйти, но пришли сюда еще для того, чтобы быть в коллективе, участвовать в работе всего завода и за это к ним администрация относится через коллективный договор положительно. Положительные отношения к новым работникам обещают сохранить и впредь, несмотря на любые трудности внутри завода и внешние естественные процессы. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.